Приветствую вас! Вы знаете, скажу вам честно, скажу вам честно, честно, что важность вашего вопроса для меня, ну, не совсем понятна. То есть, у вас случилась такая история, что, значит, мужчина, ваш муж потерял к вам интерес, да, стал уделять внимание. Вот, это напрямую влияет на семью, да, напрямую влияет на будущее вашей семьи и так далее. А вы при этом, в общем-то, только лишь задаете краткий вопрос. То есть, мне кажется, что здесь у вас есть, ну, не знаю, либо слабая заинтересованность, слабая заинтересованность в том, что вы спрашиваете, либо, либо, либо неверие. То есть, вы не верите в то, что у вас что-то получится, вы не верите в то, что вы сможете обратить на себя внимание мужем. Значит, первое, с чего стоит начать, это оставить человека в покое. Ну, на какое-то время. То есть, не трогать его, не приставать к нему. Обратить внимание больше на себя, на то, чего хотите вы, на то, что нужно вам, на то, что интересно вам. Вот, то есть, просто подумать о том, что я делаю для себя. Вот, ну, вообще, в течение дня хотя бы. Ну, вот. Что я делаю для себя? Удовлетворяю ли я свои потребности, или, может быть, имеет смысл сказать немножко по-другому, насколько удовлетворены мои потребности. То есть, вот, такой вопрос вы можете себе задать. И, соответственно, уже, исходя из этого, можно будет вам как-то вот свою деятельность, ну, пока что подкорректировать, да, и обратить внимание на себя. Дальше. Дальше. и дальше. И я буду, на 2 недели. Эээээ... Промедицировать это событие, подумать, что могу произойти, вот. И, соответственно, исходя из этого, уже либо разговаривать с мужчин, либо что-то демонстрировать с тьмой. То есть это уже в зависимости от обстоятельств. Если подобная проблема происходит не впервые, да, то есть если подобная ситуация происходит не в первый раз, а если подобная уже давно, то в каком-то случае нужно более глубокую ретроспективу проводить, чтобы увидеть о всем проблемах, может быть. Ну и, соответственно, далее, как вам и сказала моя коллега, да, далее нужно менять свое поведение, свое восприятие самой себя в первую очередь и уже потом своего мужа. Вот. Вот так вот. А, что есть, вы вот подумайте, вы чего хотите от психолога? Что есть, вам хочется как-то общих советов? Или все-таки больше, ну, непосредственно ваша ситуация? Потому что, понимаете, если вас интересует больше именно то, что у вас, то, что с вами происходит, да, то нужно все-таки разбираться лично, конкретно с вами. А общие рекомендации, они вам, может быть, и не помогут там еще. Ну, если неизвестно, какая у вас история. Может быть, муж что-то неправильно понял, может быть, между вами возникло какого-то недопонимания или высленности и так далее. Но однозначно вам нужно перестать сейчас чувствовать себя виноватой, чувствовать себя униженной, чувствовать себя какой-то вот такой второй ведомость, может быть, и так далее. То есть вам нужно больше, больше обращать внимание на себя. То есть если муж может позволить себе не обращать на вас внимание, да, при этом ничего не говорить, то есть не обсуждать с вами то, что происходит, то это говорит о том, что человек, ну, в общем-то, вас обесценивает, на мой взгляд. И вот у того, что он вас обесценивает, причины могут быть в том числе и то, как вы себя сами, значит, ну, воспринимаетесь, как вы к себе относитесь сами. Самое что, ну, понятно, да, что если человек уважаемый, да, если человек уважает, если дрожат с человеком, то, наверное, не будут вести себя, ну, вот так. То есть тут либо орбита у вашего мужа, либо охлаждение чувств. Но если орбита, то вы, наверное, знаете, о чем речь, если орбита. Если охлаждение чувств, то тут опять же резких движений делать не нужно, потому что этот человек отдалит от вас. Вот. Я полагаю, что так. То есть определите для себя, насколько вам важно понять, что происходит между вами. Определите для себя, насколько важно, насколько вам важно. Понятно? Вот. И если важно, то вам нужно выбрать психолога на статье и работать, хотя бы поработать с поиском причин, которым мужчина так себя стал вести. Вот. Если для вас этот вопрос, ну, действительно важен, потому что, ну, как вы его задали, да, одной строчкой, такой важный вопрос, одной строчкой, ну, у меня есть подозрение, что либо вам это не важно, либо вы не готовы что-то делать. потому что, ну, все-таки, все-таки более подробно нужно ситуацию написать, чтобы мы могли помочь, если речь идет именно о психологии. То есть, если речь идет о эзотерике, это немножко, ну, немножко другое дело. А если речь о психологии, то психологи анализируют, анализируют ту информацию, которую они получают. И я думаю, что вы для анализа ничего не дали, ничего не представили. Ну, я полагаю, что если вас волнует то, что мужчина перестал уделять внимание, значит, скорее всего, вам это внимание нужно. Раз вам нужно внимание, значит, вы, ну, как бы, испытываете его нехватку, нехватку внимания. Вот. А это, в свою очередь, означает, что сами себя вы не принимаете. Ну, то есть, если у вас вот проблема на этом все. Поэтому я полагаю, что вот именно подумать о себе, да, это в любом случае не лишний будет здраво. то есть, даже если ваша проблема, она какая-то, ну, другая, да, совсем, что все равно не лично будет подумать. Потом, насколько вы цените себя и любите себя. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.